Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы его посетили. Поговорим с вами про покупки косметики. Знаю, что совсем недавно был такой ролик, но я так ленилась его смонтировать. Снят он был достаточно давно, поэтому у меня накопилась новая порция покупок. Сегодня подробно о ней поговорим. Ну что, поехали! Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. А также заглядывайте в социальные сети, все ссылки на них будут в описании. Сейчас у меня на моем телеграм-канале идет очень интересный марафон помад, где я каждый день использую разные помады и делюсь с вами тем, что я наношу на губы в тот или иной день. Решила, что пока не использую все свои помады, до последней не остановлюсь. Ну что, сегодня говорим про косметику, давайте начнем с ухода внутреннего. И здесь хочу вам сделать такую небольшую рекомендацию, как коллаген. Наверное, компания называется Leav2Go. Это коллаген уже идет с витамином С. Изучала информацию, что коллаген желательно пить с витамином С, так он лучше усваивается. Я купила эту фирму по наводке блогера, которому, в принципе, я доверяю, и он оказался неплохой. Я не люблю пить витамин С, для меня вкус неприятный. Вот этой шипучки, которую обычно кидают в воду и выпивают для поддержания иммунитета. Но иногда все-таки тоже пью, постольку, поскольку. И вот коллаген, в принципе, с тем же вкусом оказался, но чуть менее выраженным. Это порошочек, который нужно разводить в тепленькой водичке, размешивать и выпивать. Одна мерная ложка, которая идет в наборе. Банка, кстати, уже закончилась у меня, но я вам хочу его показать, потому что рекомендую. Закажу себе вторую уже скоро, после небольшого отпуска. Здесь мерная ложка, в которой идет порция 6 грамм. И ее нужно использовать, по-моему, на 200 миллилитров воды. Я иногда наливала 250, 220, по-разному. Понравился мне эффект. Волосы вроде стали немножко лучше. Ногти не скажу, что как-то поменялись. Но пока и говорить рано, потому что я пила всего лишь месяц. Целой банки хватает на 1 месяц. Стоит она в пределах 600 рублей. И в объеме 180 грамм. 30 пор. Себе обязательно повторю и вам рекомендую. Есть разные вкусы, но я вернусь к витамину С. Брала свой Назон, ссылку вам оставлю в описании. Уход за домом. Два продукта одной фирмы. Во-первых, бутылочка серого цвета. Это компания Хомистер. Гель для очистки труб. В последнее время редко стала использовать Тиррит. Закончился у меня. И как-то я новый не приобрела. А тут ходила по фикс прайсе. Да, я думаю, попробую вот эту. Конечно, не сравнится с Тирритом. Тиррит более ядерный. Он быстрее и качественнее справляется с засорами. Либо просто с остатками в трубах. Я не жду засора. Я делаю профилактические работы. В том числе и этим средством. Это активный гель, который устраняет по описанию даже суперсильные засоры для всех видов труб. Здесь 750 мл. Наверное, 80 рублей за такую баночку отдала. Может 100 максимум. Могу вам рекомендовать. Но, конечно же, не сравнится с Тирритом. Он более сильный в этом плане. Вторая баночка. Это тоже Хомистер. Идет гель чистящий универсальный. 10 в 1. И можно делать уборку любой поверхности. Это и полы, и плита, и раковина, и унитаз. Я взяла чисто для раковин. А точнее, для раковины в ванной комнате. И для самой ванны. Иногда еще могу кафель помыть. Тоже в разведенном виде это средство. И могу помыть, потом смыть водой. Средство неплохое. Но мне нравятся больше мои прошлые, которые я вам уже показывала. В пустых баночках. Они более такие рабочие. Что ли это такое легенькое. Но удаляет хорошо налет. Удаляет мыльные растворы засохшие. Удаляет, в общем-то, все, что есть. Я не запускаю состояние своей ванной. Раковин хорошо чистят. Пробовала только исключительно на раковине керамической и самой ванной. Хорошее средство. Не классное? Хорошее. Взять можно. Тоже в районе 100 рублей фикс прайс. Брала. Вообще, я видела, что и в магните, и в парфюм-лидере, и в других косметических оно продается. Уход за телом. Здесь у меня всего одно средство, которое также скоро отправится в пустые баночки. Это соль. У меня осталось одно применение в ванной. Уже не стала вам нести. Это фитосоль от компании Spa By Lara. Я, по-моему, что-то брала уже от этой фирмы. Простая зеленая. Окрашивает воду. Скрапивая, успокаивающая. Такая приятная. За 500 грамм дала примерно где-то рублей 50-70. Честно говоря, не помню. Брала давно. Хорошая ходовая соль. Магнит косметики. Можно ее найти. Я вам показывала в прошлом ролике. Ссылка на него будет в описании в плейлисте покупки. Что я там показала? Твердый шампунь от Greenway. Вспомнила это название. Я уже заказала себе, по-моему, для блонда еще один вариант. Так как у меня закончились маски и кондиционеры, то решила взять себе какой-нибудь. И мне попался на глаза мицеллярный легкий бальзам без силиконов от компании Чистая Линия. И он оказался очень классным. Я не скажу, что это ровня каким-то профессиональным средством, но для бюджетного сегмента очень хороший продукт. Волосы после него легко расчесываются. Они гладкие, напитанные, легкие. Обалденный. Обалденный за свою цену. Рублей 200 он стоил за 380 мл. Мне кажется, что это очень-очень крутая находка. Магнит косметики брала. Обращайте свое внимание. Если хотите что-то новое попробовать, ищите что-то бюджетное и хорошо работающее, то мой вам рекомендейшн. Ну и второе средство. У меня вообще есть скрытый альбом, куда я собираю разные скриншоты средств. Когда вижу у других блогеров, и то, что мне откликается, хочется попробовать. И я обнаружила целых 3 скриншота одного и того же средства у блогеров. Это компания Прелесть. Я как-то уже не особо доверяю этой фирме, но хотелось попробовать эту термозащиту. Это не просто термозащита, это средство для укладки с эффектом ламинирования волос. Для заботы и защиты. Я использую ее на влажные волосы, но после него еще я на полусухие уже подсушенные волосы наношу сыворотку. И тогда волосы мягчайшие, красивые, хорошие, за свои деньги. Рублей 300, может чуть больше она стоила. И она работает просто отлично. Кстати, здесь есть фиксирующийся механизм. Очень удобный распылитель. И распыление достаточно широкое. Прости, пожалуйста, фикус. Сейчас будешь у меня термозащищен. Очень приятный аромат, ненавязчивый, такой драгоценный что ли. На волосах он не ощущается, быстро выветривается. Теперь расскажу вам немножко про уход за лицом, уход за губами и уход за зубами. Все это, в принципе, можно объединить в уход за лицом. Во-первых, у меня закончилась мицеллярная вода. И очень уж мне хотелось, как я вам рассказывала ранее, попробовать Гарнье линейку с витамином С. Помимо геля, крема, я взяла себе и мицеллярную воду. Она была на акциях рублей за 390, около 400. За 400 мл средства я отдала. Очень приятный аромат, деликатное удаление. Очень все хорошо удаляется. Я не наношу суперсложные макияжи, но тем не менее, какие-никакие есть. И мицеллярка хорошо с ними справляется. Не щипит глазки. Очень нравится вообще мне и розовая версия, и с васильком нежно-голубая. Даже сиреневая, наверное. И вот это моя третья, по-моему, от Гарнье. Но я повторяла розовую, потому что очень ходовой рабочий вариант. Это теперь тоже одна из моих любимых. Может быть, еще ее вам покажу. Захотелось мне попробовать. Я как-то дарила своим подругам и родственникам витамины для лица от компании Новосвит. Подумала, ну раз я дарю, хочу тоже попробовать. Почему я другим дарю, а сама не пробую. Классное средство подойдет, если вам нужно сверху увлажнить глиняную маску или какую-нибудь коалиновую, где примеси каких-то сухих ингредиентов. И маска подсыхает, ее нужно смачивать. Раньше я делала это мистом для тела или для лица. Сейчас буду делать этими витаминами. Я часто наносила на работе, на лицо в течение дня. Между использованием умывалки и тоника наносила. Очень хорошее распыление, приятнейший аромат и дополнительный уход за кожей. Средство мне понравилось и стоит в районе 170 рублей за 190 миллилитров. Брала в магнит косметик. Средство, которое я еще не попробовала. И вот-вот у меня закончится моя последняя пенка. И я перейду энзимной пудрой от компании Stellar и линейка Skin Studio. Ее энзимная пудра для умывания с папаином 3% и витамином С. Она подходит для всех типов кожи. Я решила обратить свое внимание опять на Stellar. И я увидела, появились у нас такие продукты. Надо бы попробовать. Энзимную пудру я, по-моему, никогда еще не пробовала. Пробовала что-то... Думаю, она будет типа биочистки, которую я показывала вам в ролике про биобьюти. Обязательно тоже вам оставлю этот обзор. Он интересный, полезный, особенно для тех, у кого проблемная кожа. Решила, что не пробовала. И хочется новый формат осилить. Поэтому с удовольствием попробую. И в дальнейшем вам расскажу. Возможно, в пустых баночках. Возможно, если очень уж понравится, в фаворитах. Потому что весна уже скоро закончится. Ну и еще одно средство и последнее в категории уход чисто за лицом. Это также от Stellar Skin Studio. Уже линейка серенькой. Это если из голубой линейки, то из серо-черной линейки я выбрала себе интересный формат тоника. У меня закончился тоник. И я ходила, бродила по магнит-косметику. Вот искала что-нибудь интересное. И увидела тоник-эссенцию. То есть здесь соединены функции тоника и сыворотки. И он такой консистенции жидкой сыворотки. Не прям супер воды, а есть вот эта вот скользинка, которая свойственна сыворотке. И офигенное увлажнение. Мне так понравилось. Я сегодня использовала первый раз и осталась просто в восторге. Аромат волшебнейший. Буду пробовать дальше. И мне кажется, на косметисте я с удовольствием скоро оставлю отзыв на этот продукт. В районе 280 рублей и где-то 200, наверное, рублей по акции. Что-то из этого было одно по акции. Но все актуально можно посмотреть в магнит-косметике. Потому что эта фирма представлена только там. В уходе за губами показывал вам в Телеграм. Кстати, в Телеграм я показываю свою косметику раньше, чем на своем канале. Так что обязательно подписывайтесь. Там я показала, что в какой-то подборке ВКонтакте, я увидела на Валбересе, можно заказать скрабы. Выбрала Beauty Visage. Такой карандашик-скраб. Он очень приятно, конфетно пахнет. У него мелко-мелко зернистое скрабирование. И он неплохой. Не скажу, что прям-таки сахарный. Но легкое скрабирование. Пару раз в неделю я делаю и храню его в холодильнике, чтобы не сломался. А то он у меня уже накренился. Я думала, что все отвалится сейчас. Поэтому стоит у меня в холодильнике. Пока нравится. Не экстренное такое сахарное, а легенькое. Больше по консистенции похож на гаммаж. Я скраб оставляю минут на 5-7. И потом снимаю салфеточкой, наношу какой-нибудь бальзам. Либо оставляю так. Хорошее средство. Дальше уход за зубами. Здесь у меня. Я вам не показывала прошлую пасту, но она закончилась. Будет в пустых банках. Выбрала снова себе с лимоном от Splat Daily. Хорошая паста. Когда неохота смотреть что-то новое. Нет вдохновения косметического. Я беру то, что уже пробовала. И мне понравилось. В прошлый раз это была кокосовая паста от Biomed. Сейчас я вернулась к самой легкой такой вариации мультиактивной зубной пасти от Splat. Она не сжигает полость рта. Зубы чистит хорошо. Но это еще не все. Также я вам показывала видео ВКонтакте с распаковкой щетки своей. Это моя первая ультразвуковая щетка. Она идет с функцией подзарядки. И здесь куча-куча режимов. Единственный минус этой щетки для меня, по крайней мере на данном этапе, это то, что у меня в первые же две недели, наверное, стерлись все обозначения с передней части щетки. И, то есть, когда я ее включаю, у меня горит зеленый индикатор. И он переключается. То есть, интуитивно я могу примерно понять, на каком сейчас где режиме. Если мне надо выключить, я просто зажимаю. Здесь съемная щетка. И в комплекте идет четыре насадки. Я вам ссылку обязательно оставлю. Но она средняя. Я думала, будет лучше. Хотя, с ценой в 500 или в 600 рублей, это очень даже достойный вариант. Особенно, потому что здесь идет четыре насадки. Очень мягкая щетка. Мне кажется, даже супер мягкая. Можно было сделать ее пожестче. Но очищает неплохо. Я пока довольна. Не скажу, что в восторге. Но первое время была, конечно, в восторге, раз это моя первая такая щетка. Теперь декоративная косметика. Всего два средства. И оба от Эвилайн. Была супер акция. В парфюм лидере второй продукт 40% скидка. И я выбрала себе тональную основу. Кстати, достаточно бюджетная. Она мне напоминает мои школьные годы. Потому что в школьные годы мы использовали именно такие продукты. Сейчас ее можно по акции найти. 250 рублей. Парфюм лидер. Это Эвилайн. Арт мейкап профессионал. Тональный крем 3 в 1. Неплохой. Мне кажется, что я подобрала цвет не супер удачно. Тестеров не было на более светлые. И мне показалось в магазине, что очень даже неплохой вариант. Но я вижу чуть-чуть различия с шеей. В принципе, когда я ношу высокое горло или что-то у меня на шее надето, не особо бросается в глаза. Если вы стали замечать, I'm sorry. Вообще, крем неплохой. Здесь я выбрала оттенок слоновая кость. В других кремах, вариациях и компаниях такой оттенок мне подходит. Поэтому я, собственно, и положилась на свое чутье. Немножко прогадала. Может быть и не сильно видно, но все-таки я вижу отличия. Здесь SPF 10. Приятным бонусом идет 30 мл продукта. Это расход. Кстати, не экономичный. Такой прям по-быстренькому он у меня идет. Но и стоит, соответственно, 250 рублей. Более такой плотный, чем я люблю. Чем мой Alliance Perfect самый любимый. Но имеет место быть. Не забивает поры, не скатывается. Очень такой бюджетный хороший вариант. И особенно, если подобрать идеальный свой оттенок. И последняя, и самая худшая за сегодняшний день покупка, это подводка от Avalon. Если одна из моих любимых, которую я заказывала уже не раз, мне понравилась больше всех, что я пробовала когда-либо. То вот это вот, фетровый наконечник здесь. Очень нестойкая. Она сползает. Через минут 15 уже у меня уголки стираются. Непонятно в каком направлении. Она в использовании ужасная. У нее быстро отсыхает наконечник. И получается, мне приходится давить на ладошки или где-то на какой-то поверхности. Потом макать, промакивать. Здесь большой плюс, что она меняется местами. Но измарайте все руки. Еще если капля вам подойдет, потом начнете стирать, вся рука будет черная. Как будто вы просто подводкой закрасили. На глазах смотрится неплохо. Но с ней нужно очень долго справляться. Она сейчас у меня, конечно, на глазах стрелочки я подрисовала перед видео. Но меня она не впечатлила. Я с ней только мучаюсь. Естественно, пока буду мучиться, другой у меня нет. И покупать желания тоже нет, идти в магазин, потому что это новая. Ну, как-то справляюсь пока так с ней. Не рекомендую ее. И я сначала купила, а потом решила потестировать что-то новое. А потом почитала отзывы, что это самая худшая подводка, какая только существует в мире. Ну, и на сегодня это все. Я надеюсь, ролик вам был полезен. Если это так, оценивайте его пальцем вверх. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. И я желаю вам хорошего настроения. Чаще улыбайтесь. Уже более такого летнего вам майского настроения. С вами была Кристина. Хорошего вам дня. Пока-пока.